Всем привет! Сегодня хотелось бы еще раз остановиться на проекте под названием Micromoney. Это у нас открытое кредитное бюро. Я думаю, вы уже должны были слышать о данном проекте, так как ICO началось еще 18 октября, уже длится практически месяц, через 7 дней, а точнее 18 ноября оно уже закончится, и у вас есть еще неделя, чтобы купить свои токены Micromoney и принять участие в ICO. Практически уже собран софткап, который составляет 10 миллионов долларов, и продано 11 копейками токенов Micromoney, 11 копейками миллионов, а хардкап же составляет 30 тысяч долларов. И если вы еще не успели присоединиться к Телеграму и, например, к Твиттеру, к Фейсбуку, то у вас еще есть время подписаться и следить за новостями проекта. А теперь давайте я вам напомню, что же вообще представляет из себя данный проект. Здесь, как мы видим, находится небольшое видеообзор, и в данном ролике отлично продемонстрированы функции и идеи платформы, и пути ее интеграции в реальный сектор, и также представлены все перспективы расширения рынка пользователей. Так что я рекомендую всем ознакомиться еще и с видеообзором. И как известно, что во многих странах мира еще остались люди, у которых нет банковских счетов и доступа к финансовым услугам, таким как кредиты, ипотеки и так далее. Но при этом у них, у 60% из этих людей есть смартфоны, и 80% даже зарегистрированы в Фейсбуке. И как раз таки Микромани занимается тем, чтобы помочь этому числу людей получить все возможности мировой криптоиндустрии. Микромани занимается тем, что помогает находить новых клиентов для банков, микрофинансовых и страховых компаний, онлайн-сервисов, розничных сетей и так далее. И для того, чтобы заполнить заявку на кредит, клиент использует всего это приложение Микромани. И системой всего лишь за 15 минут определяется уровень платежеспособности заемщика и дает ему возможность за считанные минуты получить свой самый первый кредит в жизни, при этом используя только свой смартфон. Все полученные данные будут храниться в блокчейне. И тысячи компаний с помощью этих данных получат доступ к миллионам новых клиентов и привлекут их в мировую экономику. Спрос на финансовые услуги компанию огромен, и он продолжает расти. И компания хочет привлечь более 7 триллионов долларов годового объема в мировую криптоэкономику. Также здесь, как мы видим, расписаны достижения. Компания уже успешно работает в Камбодже, в Миньянме и в Таиланде. Также через 3 месяца, а точнее в 4 квартале 2017-го, планируется работа в Индонезии, в Шри-Ланке и в Филиппинах. И также уже все готово для запуска в еще 6 странах. Вот здесь мы можем видеть. Микромани поддерживает систему на основе блокчейна, и она намерена стать частью экосистемы крипторынка. То есть, как мы видим, потенциал у команды довольно большой. И вот мы перешли к мобильному приложению для заемщиков. Это приложение для Android. Уже 10 тысяч скачиваний, и здесь сразу предлагается ссылка для того, чтобы каждый мог скачать приложение. Данное приложение для расчетов усилено искусственной нейронной сетью. И, как я уже говорила, при помощи данного приложения можно будет получать кредиты. Также решения об одобрении кредита будут занимать всего до 15 секунд вашего времени, что очень быстро и удобно. Также платформа Микромани основана на модели программного обеспечения с открытым исходным кодом и возможности бесплатного доступа. Здесь также приведена ссылочка. Так, и сразу же ниже представлены документы, с которыми любой желающий может ознакомиться. Вот, как мы видим, White Paper представлен в больших вариантах на разных языках. Тоже для всех будет удобно для ознакомления. Здесь мы видим планы развития проекта. Вот, началось развитие еще с 2015 года и продолжается успешно. И также вот дорожная карта. И до 4 квартала 2020-го команда сделает все возможное, чтобы достичь рыночной стоимости Микромани в размере 1 миллиарда долларов. То есть планы большие, и я надеюсь, они будут осуществимы вполне успешно. И теперь мы плавно перешли к токенам. Токены Микромани – это неотъемлемая часть экосистемы Микромани. Они будут использоваться для оплаты внутри системы, а также для получения доступа к тем или иным сервисам Микромани. Токены являются своеобразным топливом системы. И при необходимости клиенты компании смогут покупать их по рыночной стоимости. С ростом потребности в сервисах Микромани у клиента, соответственно, будет расти потребность в токенах Микромани. Так, общее количество в ходе компании составляет 60 миллионов. Минимальная планка сбора составляет 15 миллионов долларов. Как я сказала вначале, уже собрано практически 10, еще осталось неделя. Я надеюсь, что удастся собрать свой минимальный план. А максимальной же целью являлась сбор средств в размере 30 миллионов долларов. И также хорошая новость для инвесторов, что токены, которые не будут проданы во время компании, будут сожжены. Тип токена ERK 20. Один токен Микромани приравнивается к одному доллару. Инвестировать в данный проект можно во всех основных криптовалютах, таких как эфириум, биткоин, лайткоин, биткоин кэш, вейвс, а также нем. Так, и здесь мы видим распределение данных токенов. Ну и также представлены ниже премии для баунти-компании. Кстати, о баунти-компании. Это та вещь, благодаря которой вы также сможете получить токены Микромани, но не покупая их, а зарабатывая и участвуя в определенных компаниях. Таких как Twitter, Facebook, то есть за выполнение таких несложных действий вы сможете получить токены. Но опять же стоит поторопиться, так как ICO уже практически подходит к концу. И на этом я хочу закончить свой видеообзор. Будем ждать дальнейших сборов, хотя бы в 15 миллионов долларов. Я надеюсь, это будет осуществимо за неделю. Будем следить за развитием проекта и дальше. Кому понравился данный видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И помните, что все ваши инвестиции происходят на ваше усмотрение. Всем спасибо за внимание. Пока.